Первый раз я заработал полторы тысячи рублей А дело в сумме или все-таки в том, кто делает это предложение? Один из тех, кто сидел в зале, засмеялся, когда я это сказал Даже вот, когда мои родители мне говорили в детстве Перестань этим заниматься, перестань играть Это ни к чему хорошему не приведет Это не имеет никакой перспективы Угрожали? Да, ну вот, в общем Чем? Ну, там, кто полиции, знаешь, кто репутации, там, кто чем Привет, меня зовут Анастасия Карпова И я возглавляю проект Forbes 30 до 30 в России Сегодня мы начинаем цикл интервью с нашими победителями этого рейтинга 2021 года И мы пришли в гости к герою нашей июньской обложки Основателю проекта Legion Farm Алексею Белянкину Леш, привет Привет Спасибо, что ты сегодня согласился с нами поговорить В перерывах между своими бесконечными перелетами Спасибо вам большое, что пришли сегодня пообщаться, да, очень рад Ты попал у нас на обложку Стал победителем рейтинга 30 до 30 Но еще в сентябре ты писал у себя в фейсбуке пост Что наши американские коллеги заинтересовались твоим проектом и тобой И приглашали тебя поучаствовать в глобальном рейтинге Но ты вот в этом посте как раз писал, что ты не очень понимаешь Насколько это будет полезно для тебя и для твоего бизнеса Вот пришло ли тебе сейчас это понимание? Умные люди говорили мне то, что то, что происходит с нами сейчас Те изменения, позитивные или отрицательные, в полной мере проявляются через полтора года И вот, например, полтора года назад мы попали в Y-Combinator И с тех пор, за полтора года, оценка компании выросла более чем в 15 раз И мы очень сильно поменялись Изменения случились значимые Forbes 30 under 30 это тоже такое знаковое событие И знаковая комьюнити и рекогнишн определенный Который, мне кажется, в полной мере проявится тоже года через полтора Когда что-то очень прекрасное тоже произойдет Но уже сразу, сходу, конечно же, почувствовался этот эффект Фонды некоторые пришли пообщаться И в найме, наверное, стало как-то попроще И даже комьюнити наших профессиональных игроков Они все на меня подписаны в соцсетях Увидели то, что я попал в этот рейтинг И очень сильно воодушевились Мы даже на метриках небольшое изменение в ретеншене игроков увидели Вот, так что думаю, да Это и краткосрочно, и долгосрочно очень хорошо Много дает бонусов Мы еще поговорим сегодня о компании О том, что произошло вообще с Legion Farm за последние несколько лет Но сейчас расскажи, пожалуйста, как вообще игры появились в твоей жизни Сколько я знаю, твои родители вообще были очень против этого увлечения твоего Ну, я родился в Владивостоке И это город, в котором с техникой проблем не было в то время У меня был сначала Tetris, потом была Dendy Потом, когда мы переехали в Сибирь, у меня была Sega Четвертой четверти второго класса Мне впервые родители решили запретить играть И разбили мне приставку со скандалом Плохие оценки получил? Да, я получил впервые четверку А мама очень сильно хотела, чтобы я был круглым отличником и хорошо учился У меня отец морпех, мастер спорта по армейской рукопашному бою И он хотел, чтобы я занимался спортом А мама очень сильно хотела, чтобы я хорошо учился Вот так вышло, что я тогда получил свой второй пояс по тэквондо Получил первую четверку в школе, поэтому отец ничего не сделал А вот мама приставку разбила, потому что начал много времени туда инвестировать У них такая постоянная борьба была за мое расписание Но тебя это не остановило Ну да Но учиться ты, впрочем, пошел на геофизику, если я не ошибаюсь У меня у самого всегда душа лежала к точным наукам Я больше всего обожал и любил, и люблю до сих пор географию И сейчас уже это переросло в любовь к геологии Но при этом я хотел всегда, чтобы это было что-то про математику, про где есть физика Просто друзья нашей семьи, там люди были нефтяниками И я смотрел на них и видел, как они путешествуют по миру в командировках Человек работает в международной компании, очень хорошо зарабатывал И при этом там все эти науки, которые я люблю, применялись Мне очень сильно хотелось тоже стать нефтяником При этом отец хотел, чтобы я стал профессиональным спортсменом Мать хотела, чтобы я пошел по стопам, получается, моего деда и моего дяди Которые федеральные судьи Ого Да, в Москве Большой разброс Да, вот, мать хотела, чтобы я шел туда, отец хотел, чтобы я шел туда, а я хотел туда А ты хотел играть Да, ну вообще я хотел играть на самом деле Какая была твоя любимая игра, с чего вообще началось все? Я играл в Street Fighter, кажется, в Dendy Там были какие-то, типа, как черепашки-ниндзя Короче, я не помню уже название Эти игры, знаешь, вот эти картриджи, у меня их было там штук 40, наверное Во все подряд играл Но потом я, когда начал играть уже прям по-серьезному Это был World of Warcraft Это было в 2006 году Когда он только зарелизился Мой друг школьный меня туда заманил И с тех пор я в этой игре провел Я в ней провел 7 лет А потом бросил А потом вернулся назад, все, снова играю Ну ты же в старших классах уже, в принципе, начал зарабатывать неплохие деньги На играх Как вообще это произошло? Я зарабатываю там всю свою создательную жизнь, мне кажется, деньги на играх В играх Но начал, первый раз, когда я получил деньги В общем, я когда играл, мне никогда особо не хотелось брать на себя супер-мега-большую ответственность Быть каким-то большим лидером и вести за собой много людей Но я всегда это делал И я это делал, потому что я хотел добиваться определенных результатов И я помню, я был рейд-лидером в World of Warcraft Есть 40 на 40 такая карта, где все воюют друг против друга Организованные группы там побеждают Там команда может быть не очень сильная, да, сама по себе Но если ее хорошо координируют, то она побеждает неискоординированную команду Вот, и я играл И я просто понимал, что кто-то должен возглавить эти 40 человек Просто прийти и сказать И вот эти идут сюда, эти делают то Вот, и так я начал, стал рейд-лидером Да, я вводил эти премейды И в какой-то момент ко мне постучался человек, который сказал Ой, слушай, мне нужно, чтобы вот эти 40 человек сейчас мне помогли Выполнить определенные достижения Нужно, чтобы все на меня поработали сейчас Я готов за это тебе заплатить Вот, ну так я свои первые деньги начал зарабатывать И сколько ты так заработал? Первый раз я заработал полторы тысячи рублей На то время были неплохие деньги Это был, наверное, год восьмой Вот, ну в общем, я еще тогда в школе учился Было неплохо Как вообще так случилось, что ты задумался над тем, чтобы создать стартап? И какая вообще была изначальная идея проекта? В какой-то момент в World of Warcraft наша команда стала очень крутой Я сам входил шесть раз подряд в топ 0.01% рейтинга Это Rank 1 Gladiator, называется, ранг, да, в лидерборде в мировом И я играл с ребятами, которые играли в команде Virtus.pro И команда у нас была очень такая известная, да И на стриме было много людей В какой-то момент люди начали со стрима приходить И писать мне в личку в соцсетях Типа, можно, пожалуйста, я с тобой поиграю Готов платить за это деньги, там, что угодно Лишь бы вот с тобой время проводить И там, чтобы я чему-то их научил Помог там как-то освоиться в игре и прочее Вот, так, собственно, я начал уже неплохие деньги зарабатывать Я зарабатывал по несколько тысяч долларов в месяц Учась в невере И я зарабатывал больше, чем кто-либо у меня на курсе Но потом меня нашел На меня точно так же вышел один очень богатый человек Сын очень-очень богатого человека Миллиардера достаточно известного И там я начал зарабатывать Впервые в жизни я там заработал типа 20 тысяч долларов по месяцу 20-30 начал зарабатывать Я для него организовывал большие группы людей Которые, вот все, вот с чего это началось Тогда, там, в 2008 Так же это было и там в 2012 году Но уже просто это был другой скейл, да И я начал много зарабатывать И я такой, что-то я не хочу быть нефтяником уже Хочу делать то, что я люблю И я на этом хорошо стал зарабатывать Но все вокруг были против этого Но я все равно решил, когда переехал уже в Москву Сделать компанию, которая вот соединяет Проигроков и тех, кто готов им платить А расскажи, почему вот те проекты не взлетели Почему они не получились? Я знаю, что даже ради одного из них Ты продал машину, заработанную как раз На играх Мне кажется, из-за того, что у меня просто не было опыта Я знал физику и математику Я думаю, это очень сильно помогает чувствовать систему Но я не понимал вообще, как делать найм Как строить процессы, как что-либо масштабировать Как делегировать Мне нужно было совершить большое количество ошибок Я в людях не разбирался Если я был тем человеком, который действительно хочет Постоянно побеждать, делать выше, быстрее, сильнее То мои сооснователи, это были люди, которые не хотели этого И первый, я выяснил в какой-то момент, что он ворует деньги Он напрямую на свой PayPal принимал от клиентов деньги Второй, он просто очень несерьезно к этому всему относился Ему это было не надо Ну, а третий проект моего Там я был соло-фаундер Но как раз ради него я продал свой автомобиль, свой участок Там все деньги насобирал, которые успел к этому времени накопить Четыре миллиона? Сто тысяч долларов это было по тем деньгам Ну, да, где-то так И я, да, я это все потерял Потому что я хотел сделать большой проект технологический Именно, то есть хотел уйти от того, чтобы делать это операционно Там на лендингах и так далее К тому, чтобы это стало маркетплейсом Первый раз, когда ты суешься в технологический бизнес Он тебе дает, конечно, по челюсти знатно Вот, все твои планы нарушаются моментально Ну, это такая штука Тут нужно ошибиться Тут нужно, мне кажется, несколько проектов закрыть Прежде чем что-то большое действительно получится сделать Фактически эти деньги ушли в разработку Да, того, чем мы в итоге не воспользовались А почему? Разработка, она как газ Она заполняет все свободное пространство Если ты не умеешь итерировать, формулировать цели И на старте быть лин и делать MVP И вот уже потом существующие процессы как-то автоматизировать, докручивать То ты просто потратишь все деньги Это типичная ошибка начинающих предпринимателей Они тратят все деньги на продукт Мы там сначала придумали, что это будет платформа для одной игры Потом для пяти игр Потом, окей, вот такие услуги Еще вот такие услуги Это в итоге стало типа какой-то идеей уже Где-то будет платформа для сорока игр Там пятидесяти различных спектров услуг Кодили, кодили, кодили Пока не кончились деньги Когда они кончились, вот тогда пришлось снова зарабатывать их Фактически тот Legion Farm, который существует сейчас Он начался в 2016 году Он начался в конце 2016 года С лендинг-пейджа, который финальным аккордом Те разработчики, которые делали предыдущий проект Когда я их попросил уволиться И сделать напоследок этот лендинг-пейдж Вот они сделали этот лендоз и были таковы Я начал на нем зарабатывать деньги И что на нем было? На нем была просто одна услуга в одной игре Онлайн-чат на сайте Два скайпа для клиентов и для профессиональных игроков И у меня был Google Doc И я пошел, загуглил, как запустить Google Ads Запустил его И в первый же день у меня случилась продажа В первый же день сошлась экономика Как сейчас помню, это было 170 долларов Я счаржил один был Оттуда 50% комиссию А acquisition клиента стоил 70 долларов То есть у нас сошлась экономика Я был в плюсе сразу же с первой же покупки Вот, ну и нужно было с этого начинать А не вот с того, чтобы кодить что-то В чем вообще идея Legion Farm? Что сейчас делает Legion Farm? Кому он что продает? Legion Farm это платформа, которая позволяет геймерам Платить деньги за то, чтобы присоединиться К команде проигроков Для того, чтобы наслаждаться игрой Становиться лучше, как геймер И в целом получать позитивный опыт Наши клиенты, это пользователи 27-40 лет Как правило, из Северной Америки Которые помнят, как круто это было Когда у них было много времени играть И которые сейчас действительно страдают Потому что они играют с рандомами У них там пару часов в день, чтобы играть Нет времени на то, чтобы найти команду Развиваться как-то И в итоге они составляют ту самую нижнюю часть биомассы игры Которую все нагибают Но у них есть деньги Поэтому они за эти деньги покупают себе хорошую команду И когда ты играешь с хорошими игроками Это не просто там все говорят Они тащат этого клиента за счет своих собственных навыков А клиент просто паровозом получает победы Это на самом деле не так То есть в первую очередь клиенты хотят играть С нетоксичными, дружелюбными, хорошими игроками Которые им помогают развиваться Уже там во вторую и в третью степени Все остальные ценности возведены Но самое важное для них Это просто хорошо проводить пару часов в день В своей любимой игре Давай вернемся в 2017 год В какой-то момент После того, как проект наконец-то начал идти в гору Ты переехал в Москву и пошел в EFRI Да, фонд развития интернет-инициатив Прошел там акселерацию И даже получил от них инвестиции 2,1 миллиона рублей, правильно? За 7% Да Вот что тебе вообще дал этот опыт? Это твой первый был акселератор Что тебе это дало? Когда мы потеряли все мои деньги на разработку Я понял, что что-то мы делаем не так Я переключился в том, чтобы зарабатывать деньги Начал их зарабатывать Начал донанимать людей И я не мог вылезти из операционки Я сам все делал руками Мне казалось, что я самый умный И никто не может хорошо делать те вещи, которые делаю сейчас я И я понимал, что мы находимся в Академгородке Да, мы там сидели в... Это Новосибирск Да, да, да В Новосибирском Академгородке В стартап-инкубаторе Где нам давали там офис, да, дешево Но экспертизы не было вокруг И я понимал просто, что для того, чтобы развиваться, нужна экспертиза Я там читал Цукерберг позвонит И всякие разные ресурсы И думал, о, какие крутые умные люди вокруг есть в России Но их не было вокруг меня И я загуглил мероприятия Что-то типа мероприятия для IT И это было еще до того, как я потерял все свои деньги Я пришел в Harvest Free Там мне объяснили, что мне не надо привлекать никаких инвесторов Я могу за свои деньги очень лин путем Сделать то, что я хочу сделать И я оттуда вышел Такой, ладно, все, я все продаю Я все продал, но в итоге сделал все ровно наоборот Как мне посоветовали ребята из Free И все потерял Потом я понял, что они все-таки говорили Хорошие, правильные вещи Я думал, блин, нет, нужно все-таки лететь в Москву Нужно идти в этот акселератор Там классные умные ребята Которые будут со мной day-to-day работать И помогать мне развивать свой бизнес Вот, я подался в акселератор Free Когда мы еще делали тот предыдущий проект Они нас не взяли, потому что у нас не было продаж Не было трекшна А потом, когда мы тот закрыли И сделали джинфарм И начали делать продажи Они увидели, что мы все-таки можем это делать И пригласили нас сюда И сюда я рад был поехать в Москву И начать с этими людьми работать Мы туда пришли, будучи бизнесом с 10 тысяч долларов по месяцу Вышли с 30 тысяч долларов по месяцу И потом пошли туда еще раз Уже за свои деньги И выросли до 100 тысяч долларов в месяц То есть сначала стоимостью, в общем Ценой за участие в акселерации была доля компании Да 7% А у них все еще есть доля вашей компании? Нет, мы выкупили Free еще в 2019 году Это был твой первый акселератор Ты тогда вообще еще не знал ничего про акселераторы в долине Про YC Или ты просто не замахивался на такую высоту? Конечно, я слышал про YC И про 500, и про YC Попасть в YC Было моей мечтой Еще тогда И когда мы оплавились во Free Мы, я помню, писали во все фонды Во все акселераторы Мы вот такие-то, такие-то Возьмите нас, пожалуйста Но вообще ниоткуда даже ответ не пришло Вот Free был единственным, кто отозвался Они большие молодцы Они партили гигантское количество проектов И давали шанс многим людям И нам дали шанс Но потом, когда я выступал уже на сцене Free Во время демо дня Я говорил, что у нас в планах То, что мы пройдем YC И я прям помню отчетливо, как человек в зале Который сидел Один из тех, кто сидел в зале Засмеялся, когда я это сказал И в итоге мы прошли Сейчас, наверное, уже не смеется Ну, да Я встречал много людей на пути Которые оказывались неправы И продолжаю их встречать И их всегда больше, чем тех, кто верит в нас Я их всех почему-то помню очень хорошо Злопах Вот, не знаю Это какой-то челлендж Знаешь, когда Даже вот, когда мои родители мне говорили В детстве Перестань этим заниматься Перестань играть Это ни к чему хорошему не приведет Это не имеет никакой перспективы Это меня так сильно челленджило Потому что я видел это Знаешь, когда ты Видишь и понимаешь Индустрию и какие-то Зачатки вещей Да Эта штука, она очень-очень маленькая Она никому абсолютно не видна Но ты в ней находишься Фулл-тайм уже длительное время И ты ее чувствуешь и знаешь То это очень тяжело Объяснить всем остальным Ну, тебя это челленджит Когда все остальные говорят Тут ничего нет Ты такой, типа Вы просто ничего не понимаете Я вам докажу, что Это будет гигантская история А сколько у вас вообще в команде людей И сколько из них здесь в Москве работает У нас 110 человек в команде Ну, в московском офисе Много Да, в московском офисе одновременно Ну, до 30 человек бывает Но 110 – это сотрудники Это не считая ваших проигроков, правильно? О, да 1200 активных проигроков по месяцу А сотрудники – это вот 110 А проигроки совершенно в разных странах мира Да 70% из Европы, Западной, Восточной и из Миддл-Ист Остальные 30% из Северной и Южной Америки Я читала, что в 2018 году На хайпе всякого блокчейна, ICO и так далее Ты пытался привлечь в свой проект 3 миллиона долларов на ICO Расскажи, пожалуйста, вот как это все происходило И, насколько я знаю, ничего не вышло Ну да, ничего не вышло В общем, мы, когда вышли из Free Free хотел нас проинвестировать Следующий раунд И мы очень сильно на это надеялись И мы не ходили по другим фондам Потом вышло так, что один человек во Free Который был одним из тех, кто не верил в Legion Farm В общем, он заблокировал эту сделку И Free не сделали эту инвестицию И мы из-за этого попали в не очень хорошую ситуацию Нам там еще платежную систему заблокировали Этот PayPal, они блокируют всех подряд И нас тоже У нас там все наши деньги оказались заморожены На этом счете Плюс Free не сделал инвестицию Спустя полгода раздумий И мы попали в тяжелую ситуацию Где был кассовый разрыв Мы начали ходить по фондам И когда ты ходишь по инвесторам И у тебя такая desperate ситуация В России Тем более в России Это будут очень плохие условия Либо никто в принципе не проинвестировать Либо это будут ужаснейшие условия И вот у нас так и было А что вам предлагали? Нам предлагали очень низкую оценку Хотели у нас там 20-30% в компании взять И по оценке, знаешь, миллион долларов проинвестировать Но мне это все очень не нравилось Потому что я знал, сколько будет стоить компания Я знал потенциал И я так скрипя зубы боролся с этим и не хотел Но деньги были нужны Но деньги были нужны Потому что да, там И с выплатами были проблемы И в общем это било, конечно, сильно по бизнесу И мы увидели то, что Просто кто попал Все подряд там привлекают какие-то бешеные деньги Через токены И мы такие Ну окей, нет никаких у нас возможностей Давайте вот эту возможность реализуем Ну и я такой Оппортунист, да Я увидел эту возможность У меня загорелись глаза Я такой Все, ребята, делаем, фиксим Прорвемся, все получится Вот Но мы потратили на эту штуку Где-то 4 месяца Кучу денег Появился ангел-инвестор Который проинвестировал Потом еще один ангел-инвестор Который проинвестировал Они проинвестировали конвертируемым займом В Legion Farm То есть в Equity Они не в токены проинвестировали И вообще им не нравилась эта идея По-хорошему нам не нужно было делать ICO Нам нужно было просто продолжать общаться с инвесторами Делать большую-большую воронку И из этой какой-то большой воронки Всегда инвестируют, как правило Но мы вот не дожидаясь решили пойти туда А в итоге из той воронки доехали инвестиции Людям не нравилось то, что мы делаем ICO То есть инвесторы тебя отговаривали? Да, они отговаривали Мы их деньги потратили на то, чтобы попытаться зарейзить деньги на ICO Вот этот road trip, road tour, или как он там называется Когда ты ездишь по разным городам и пытаешься привлекать деньги Плюс на разработку этой технологии Ну мы спустили все деньги И они попросили деньги назад Это сколько? 300 тысяч долларов Мы оказались вот в этом, в этих долгах Я мог бы отговорить их от этого решения Но как-то вот мы поругались с ними Я думаю, что я тогда все неправильно сделал Но я сейчас оглядываюсь назад Я так рад, что я вернул им эти деньги Потому что их с тобой больше нет Сейчас компания стоит в 150 раз дороже, чем та оценка, по которой они инвестировали Мы выкупились Они инвестировали за какую долю? Они инвестировали Я уже не помню, если честно, сколько они получали долей Но они получали значимые деньги Ну типа если они 300 тысяч инвестировали конвертом по оценке миллион Там-то было еще в несколько этапов Сначала было миллион, потом было полтора миллиона долларов Если бы мы там пробили определенный кипяй Ну в районе 27% им бы отошло 25-27% Ой, это очень много Это просто, это очень большая Это уже не венчурные инвестиции Да, но это вот Россия, она такая У нас венчурные паханы Они хотят со старта взять у тебя огромный кусок Но мне кажется, это плохая очень система Ну и в том же 2018 году ты, собственно, оказался в долине Буквально через несколько месяцев В 2019 В конце 2018 года мы вернулись назад из Сингапура Я прожил в Сингапуре достаточно длительное время И тоже немножко разочаровался Почему? Ну потому что там финтех хорошие условия имеет, да, хорошую поддержку А такие проекты, как мы, мы тоже не могли там найти инвесторов Вот, мы вернулись назад в Москву С расчетом на то, что мы в итоге попадем в Штаты, в долину Но, опять же, были долги Нам нужно было затянуть пояса И мы там, где попало, работали Перебивались, знаешь, с копейки на копейку Лишь бы зарабатывать деньги И то, что мы зарабатываем чистыми деньгами Возвращать назад инвесторам Лишь бы они там не начали выполнять те обещания Которые они в рамках своих угроз Да, ну вот, в общем, кто полиции, знаешь, кто репутации Это все были российские инвесторы Да, да, да Ну, причем достаточно толковые, хорошие, классные люди Опытные там в определенных своих областях Но вот так, да, в России происходит Вот, мы вернулись в конце 18-го, начали работать, зарабатывать И во втором квартале 19-го уехали в долину, наконец А когда вы приехали в долину, вы поселились у Андрея Дорончева Да Как вообще случился ваш переезд? Вы переехали же с командой, правильно? Не только ты Да, нас переехало 7 человек То есть ключевые люди в компании Ключевые, да Как мы поселились у Андрея Дорончева? Ох, наш инвестор Игорь Шойфат Познакомил нас с Андреем И Дима Фололеев из YouSkills тоже познакомил нас с Андреем Мы приехали жить к Андрею Он еще у нас проинвестировал Вот, ну и так вот мы дружим с тех пор А какая была ваша цель? Вот вы поехали в США, чтобы что? Я всегда хотел построить и хочу компанию, которая стоит десятки миллионов долларов Миллиардов долларов, sorry Я понимал то, что в России мало таких возможностей Просто чисто статистически, если взять, то технологических компаний, там, единорогов Особенно тех, кто стоит десятки миллиардов долларов В России, ну, очень мало В сравнении с долиной И мы попробовали Сингапур Не понравилось нам Но мы такие, окей, все, не, надо лететь в Штаты Там точно все хорошо Там ты живешь просто, ну, на одном, там, участке В десять, там, квадратных километров С людьми, которые уже сделали это И людьми, которые сделали это в нашей индустрии, в других индустриях Очень много умных, крутых, опытных людей, которые помогают тебе строить эту историю Когда мы приехали в Долину И впервые я пообщался с ребятами из YC Я помню, на собеседовании в YC сидел Майк Сайбел Это который бывший CEO Justin TV, который стал Twitch потом Который на борде в Reddit находится И который CEO Y Combinator в данный момент Ну, или там в куче компаний он участвует И Кевин Лин, это который операционный директор Twitch Теперь уже бывший Еще там несколько ребят, которые тоже построили миллиардные компании То, как они со мной пообщались То, какие они вопросы задавали И то, какие я давал ответы И что я осознавал после того, как я давал эти ответы Это, конечно, ну, просто поменяло в моей голове все на 180 градусов Сразу же, сходу, после 15-минутной беседы А о чем они спрашивали? Про метрики, которые мы не замеряли А ты вообще знал про них? Теоретически? Ну, вот как-то я не следил за этими метриками И я потом понял, что это ключевые метрики, на самом деле На которые нужно ориентироваться Это то, что должно быть North Star Они спрашивали про Competitive Landscape Про нашу аудиторию Про то, кто наши клиенты Про то, какой там потенциал у рынка И то, как работает сейчас наш бизнес И как он должен, по идее, работать Я, выйдя оттуда, позвонил ребятам нашим из команды И сказал Гайс, мы, кажется, все не так делаем Вот, ну и потом, когда мы начали уже Свою акселерацию в IC Конечно, нам поменяли очень сильно наш подход И продуктовый Пожалуй, самое важное, что изменилось Это то, что мы начали пользоваться своим собственным продуктом Вся продуктовая команда Команда инженеров Менеджеров Появился стопроцентный requirement Что все должны сами своим сервисом пользоваться Как клиенты Когда мы пользуемся этим сервисом Мы нашим сервисом параллельно общаемся С проигроками и их кастдевем Вот общение со своими пользователями И быть в шкуре своих пользователей Это вообще самое важное в бизнесе В том, который мы строим Когда ты что-то новое Создаешь какой-то новый сегмент И не с кого копировать То тебе, конечно, нужно самому быть Своим собственным пользователем Быть к ним близким И твич точно так же Сначала был JustinTV И это был полный масс А потом они начали разговаривать С своими пользователями И у них все очень сильно поменялось Они сами стали смотреть собственные стримы И они сделали твич Ответвление на полный фокус Точно так же и мы Внутри взяли в полный фокус Определенную категорию игр Определенный тип услуг И сфокусировались на нем Начали масштабировать его И начали делать это совершенно по-другому Не так, как мы это делали раньше И с тех пор мы сильно выросли И сейчас такой у нас стабильный Тракшн от месяца к месяцу Сейчас 6 месяцев подряд У нас стабильный хороший рост В среднем по 12% в месяц У нас такого раньше не было Раньше такая выручка была Зигзаг, зигзаг, зигзаг Она, конечно, так от года к году росла Зигзагами Но сейчас она просто стабильно растет Потому что повторные покупки Ретеншн клиентский вырос в 3 раза С тех пор И когда у тебя такие метрики Ты можешь даже не эквайрить новых клиентов Через какие-то перформанс-каналы У тебя просто все само растет И World of Miles у нас с тех пор Вырос, был ниже 10% Сейчас 60% наших клиентов Приходят от каких-то рекомендаций От того, что стоит в игровой индустрии Нойс про Legion Farm Все друг другу рекомендуют Но это то, что мы сделали Благодаря ребятам из VC Ты упомянул Игоря Шойфа Это TMT Investment Правильно ли я понимаю, что Вот те самые полтора миллиона долларов Которые, собственно, в основном вам TMT дали Это были ваши первые Такие значимые инвестиции Зарубежные Несмотря на то, что этот фонд С российскими корнями Но тем не менее Да Как случилась эта сделка? В Free нас познакомили с Сашей Горном Саша Горный с нами познакомившись Сказал, что он смотрит 20-30 проектов В рамках нескольких месяцев Но работает только с одним И он выбрал нас Решил с нами поработать Понравились мы ему Он нам помог привлечь раунд Он нас познакомил с одним Очень большим холдингом России Который захотел нас купить Еще там есть с несколькими инвесторами И вот с Игорем Шойфетом И с Игорем у нас с первого звонка Вот произошла химия Это такой очень редкий Крайне редкий момент Я просто с сотнями инвесторов общался Когда у тебя происходит химия с человеком И ты понимаешь, что он тебе нравится И он понимает, что ты ему нравишься И вы оба на встречном курсе начинаете идти Делаете друг другу Не вот эти попытки Типа, ой, давай оценку в два раза ниже А наоборот Он сказал, а что такая низкая оценка Давайте в два раза выше оценку Мы такие, типа, воу Впервые мы такого человека встретили Но мы с Игорем понравились друг другу И TMT Investment сделал инвестицию Которая все очень сильно изменила На что пошли инвестиции TMT в основном? Для того, чтобы случилась сделка с TMT Нам нужно было выкупить фри Мы заняли денег под очень большой процент Это было условие TMT? TMT хотел, чтобы не было и других инвесторов Скажем так Мы заняли денег под очень большой процент С этих денег выкупили фри Причем мы их тоже выкупили Часть деньгами, часть в долг Фри хорошо заработал на этой сделке Вообще в венчурном мире считается Что надо выбирать инвестора Не просто за деньги А так, чтобы он тебе еще чем-то помогал Вот в случае с TMT и с Игорем Что для тебя этот инвестор помимо денег? Игорь инвестировал в большое количество Вайсишных компаний И он сделал нам рекомендацию Внутри вайсишной системы Он нас познакомил с ребятами в долине Он познакомил с людьми, которые помогли Реинкорпорировать компанию Вынести ее Тот факт, что проинвестировал он Привел за собой в дальнейшем На следующем раунде еще некоторых инвесторов На следующем раунде те инвесторы Которые в итоге очень хорошо вложились И 60-70% суммы от того раунда занесли Они общались с Игорем И с Андреем Дорончевым И с Игорем по поводу нас Спрашивали фидбэк И вот после общения с ними Ребята принимали финальное решение Об инвестициях Твой кабинет рабочий в московском офисе Поражает воображение Зачем стол на столе у тебя есть? Ну, я просто хотел работать стоя Поэтому поставил себе стол на столе А ты вообще часто в этом кабинете бываешь, работаешь? Ну, когда я в Москве, я здесь, да То есть ты прям фулл-тайм работаешь в офисе Если ты в Москве Да, да, да Я, честно, не могу работать дома Я могу Вот мне нужна энергия других людей Поэтому я с нашей очень классной, крутой командой Которая здесь тоже частично присутствует Рад всегда приходить работать здесь Как случился в IC в вашей жизни? Я очень сильно всегда хотел попасть в IC Мы, когда уже реинкорпорировали компанию в Штатах И запустили процесс переезда Я понимал то, что нужно как-то сформировать нетворк Я помнил то, что вот в Москве получилось сделать хороший нетворк благодаря Free В долине понятно, что хороший нетворк можно сделать благодаря в IC Ну, есть еще 500 и еще там ряд акселераторов Но это все, типа, другой уровень В IC это, на мой взгляд, на другом уровне совершенно стоит Если взять хотя бы как минимум партнеров Партнеры в IC, те, с кем я сидел на интервью Это люди, которые построили миллиардные компании В том числе в моей индустрии, в которой мы работаем В других акселераторах я не видел таких партнеров И я шел в IC конкретно к этим людям Ну и да, мы хотели получить нетворк Хотели получить пропуск во все двери И доверие от фондов и от многих других стейкхолдеров Из-за этого туда пошли Мы подали заявку буквально в последний день второго дедлайна Там уже было написано Ну, у вас, скорее всего, нет шансов Но мы рассматриваем, наверное, вашу заявку Это был конец 2019 года Это был, да, конец 2019 года Вот, мы отправили эту заявку Я, если честно, ничего не ждал Я такой, типа, ну возьмут, возьмут Не возьмут, нет Пришел от них ответ Ну, наверное, там, в середине декабря В начале января уже начинался бетч И пришел от них ответ Типа, покажите выписки по счетам Вы реально столько зарабатываете Мы такие, я им через минуту Просто вот открываю это письмо Тут же открываю платежную систему Делаю скриншот Прикрепляю ответ Потому что я у них читал То, что инвесторам нужно отвечать быстро Вот И я им ответил буквально за минуту Выписки из платежной системы Отправил скриншоты А они еще через минут 10 Ответили, типа О, круто, приезжайте на интервью И они нас пригласили Не на звонок, как они обычно делают А они нас пригласили сразу В долину на интервью И вы уже были в Штатах Нет Нет Да, и типа интервью было Я уже не помню точно Но это было что-то типа Вот берем сейчас билет и летим Вот там, типа завтра Срочно И мы уже через несколько дней Были в Лос-Анджелесе Взяли машину Мы поехали по первой трассе До Сан-Франциско Приехали там пару дней на месте Буквально Мок-интервью Это подготовительный интервью Тренировки С Колей Давыдовым С Ваней Новиковым Коля пришел там в комментах ТМТ, когда мы взяли раунд Поделился своим опытом Использования нашего сервиса Так я познакомился Коля меня познакомил с Ваней Ваня, собственно, в дальнейшем Ну, в общем Да, это уже другая история Но вот они нам помогли Подготовиться к интервью Случилось интервью Через пару дней С момента, как мы прилетели в долину И нас взяли Сразу же То есть это была ваша Первая попытка И вас тоже взяли Да, да Хотя есть мнение, что Русским основателям Стартапов довольно сложно Попасть в IC Ну, я думаю, что Дело было в том С какими партнерами мы пообщались В том, какая у меня мотивация Я хочу создать Миллион рабочих мест В конце концов Для игроков Для тех, кто хочет жить играя Зарабатывать играя И ребята, которые сделали Twitch Им эта мотивация очень близка Они почувствовали схожий дух И несмотря на то, что я просто Абсолютно не отвечал на те вопросы По метрикам ключевым Про которые они спрашивали Я их не знал Несмотря на то, что наш сайт Выглядел очень плохо И в целом Мне кажется Дрюк как-то прошло Раз семь Понял, что мы все делаем не так И они это увидели Мне кажется, они увидели То, что я готов соглашаться С тем, что мы все делаем не так Я готов изменяться Они увидели мотивацию Мою мотивацию построить Действительно большую компанию Значимую компанию И создать большое количество Рабочих мест для геймеров Вот, и из-за этого Они нас взяли Но есть еще такой миф Возможно, да Что YC боятся соло-фаундеров Не Когда мы были в YC И ребята Партнеры YC со сцены Рассказывали Процентное соотношение В единорогах По количеству основателей Они сами говорили Что там 30 или 40 процентов Даже кажется не единорогов А компаний Которые десятки миллиардов долларов стоят Это соло-фаундеры После того, как вы закончили YC Вы с твоей женой Партнером Стасей Создали сообщество Одно из крупнейших Русскоязычных сообществ Y Combinator Да Зачем вы это сделали И чем вы помогаете В этом сообществе Какая у него вообще функция Ну, как я уже говорил Нам в YC помогал попасть Ваня Новиков И у него на тот момент Была маленькая-маленькая группка Где было, кажется В районе 800 человек Под названием YC in Russian У него не было времени Ее развивать Но Мы со Стасей вместе Когда пришли к нему На подготовительное интервью Мы поняли Насколько это Валибл Насколько это важно Да И насколько это Реально помогает Русскоязычным фаундерам Попасть в YC И Стася Присоединилась К команде Ваня Новикова К той команде Которая занимается Развитием Этой группы Да И там сейчас уже 7 тысяч Предпринимателей Русскоязычных Одна, мне кажется Из самых крутых Активных групп В Русскоговорящем сегменте Для предпринимателей И ранее Там YC если проходило По 3-5 проектов То Сейчас там 7-8 проектов Проходят В каждый бэч То есть мы X2 сделали И все проекты Которые проходят В YC Они все проходят Через эту группу И Многие инвесторы В этой группе Тоже находятся И там много инвестиций Произошло Много крутых Полезных советов Еще до YC Да Вот Стася Она поскольку Раньше Много работала С предпринимателями И Сворсила Искала Проектов Которые Проинвестировать От фонда Ну в общем Она Ивенты большие Проводила Она Хорошо Умеет Взаимодействовать С предпринимателями Из комьюнити Вот И вот она Включилась В развитие Этой группы И Значимый вклад Внесла Вот И сейчас Там Все Выпускники YC Помогают Тем Кто хочет Попасть В YC Или Просто тем Кто задает Какие-то вопросы Кому нужна Какая-либо помощь С любыми вещами За бесплатно А ты сам Насколько Вовлечен Вообще В этой комьюнити Помогаешь ли ты Лично Ребятам Ну у меня 3-4 звонка 30-45 минут В неделю С Основателями Различными Которые Присутствуют В этой группе И либо мне пишут Там в личку Либо там Как-то меня находят В телеграме И так далее Но они меня Замечают там И оттуда приходят И когда Идет бэтч Когда идет подготовка К интервью Когда кого-то Приглашают На интервью Многие тоже Мне пишут И вот Ваня Я И Стасия И многие другие Выпускники YC Все активно Помогают Ребятам Ну и я сам Тоже много На это время Трачу Еженедельно А ты сказал Что Стасия Вместе с тобой Ходила на МОК интервью А на Главное интервью Вы тоже ходили Вместе На главное интервью Ее ходил один Вот Но она Мы с ней Подъехали к зданию Она стояла Вот так вот Скрытишь Кулаки Около дверей И ждала Осталось болеть За тебя На улице Вот Ну да Я думаю Интервью могло бы Сильно лучше пройти Если бы там была Стасия Но Я туда пошел один А какую сейчас Она роль выполняет В компании Она сейчас Head of communications Она занимается Нашими коммуникациями Стасия В свое время Отстроила Наш бэк-офис Наши финансы Наняла туда Прекрасных Крутых ребят Которые Сейчас Она отстроила Отдел Который Занимается деньгами Бэк-офис А потом Переключилась В операции Собственно Когда вы попали В YC Началась пандемия Как вообще проходило Ваше обучение Сначала-то все было хорошо Мы попали вообще В последний Очный Бэк-фис Это Начало января 2020 года Да В марте уже Сан-Франциско ушел В локдаун полный И YC в том числе Два с половиной месяца Это было очно Это было реально круто Это Я так рад Что я попал В очный В оси Боже Ну эти люди Работа с ними Физически Это конечно Большого стоит Но За Три примерно Недели До Демо дня Мы узнали То Что возможно Демо день Будет проходить В онлайне Но все стремительно Начало развиваться И шатдаунится И типа уже Через пять дней На улице Все первые этажи Помню Сан-Франциско Были заколочены досками Это просто Постапокалипсистический Какой-то был сценарий Которого я вообще не ожидал И Улицы были пустыми Все было заколочено Ну и соответственно YC тоже отменил Демо день И Мы узнали За Две недели До Очного Демо дня Мы узнали То что Демо день Будет через неделю На неделю раньше И он будет в онлайне Вот это Ну это был просто шок Конечно Это был для всех шок Но Да Мы как-то с этим Справились Пережили Ну Собственно У тебя была мечта Выйти на сцену На демо дне И рассказать всем Какая у тебя крутая компания Что вышло в итоге Я действительно хотел Потому что Знаешь Там полторы тысячи людей В зале Все Лучшие фонды мира Все лучшие Ангелы Фонд Ну вот все Все до единого Там Это звездный час Я мечтал О нем Представлял Крутил в голове Но потом Это получилось так Что Не было Войси времени Подготовиться К этому демо дню Они сделали Просто На сайте Такой Один слайд Про каждую компанию На каждом Слайде было Так вот Три строчки Написано Там Типа Суммарно Примерно 12-15 слов С Коротким Описанием Компании Можно было Ткнуть на этот слайд Открыть Там Три абзаца Про компанию И лайкнуть Эту компанию И вот Те кто тебя лайкнул Как в тендере Да Те кто тебя лайкнул Тебе нужно было С ними самому связаться Этот лайк Он просто тебе создавал Общий Чатик В почте И тебе нужно было Дальше уже Связываться с людьми Говорить Го там Созвонимся И прочее И Нас лайкнули 170 человек Со 130 Мы созвонились В течение Следующих Трех недель Это были У меня было такое расписание Типа 14-16 часов в день По полчаса звонки Так сильно в жизни Я никогда не уставал Как вот В те три недели В тот фанрейс Это были питчи инвесторам Да Это было очень сложно И психологически И физически И вообще Да И у тебя каждый раз С новым инвестором Новый разговор И тебе нужно Всего себя отдать Были такие моменты Когда я реально Сильно уставал Люди это чувствовали И они просто Ну сливались со звонков Потому что Они такие Ну типа Я не буду иметь дело С фаундером У которого Там Нет сил Мотивации Я не понимаю Что с ним происходит Почему он такой Уставший И ну Это все же Очень эмоциональная Да Связь между людьми И когда ты Не можешь Эти эмоции На высоком уровне Держать То Люди в итоге Принимают Отрицательное решение После двух Таких звонков Я говорю Не все Нужно взять себя В руки Ну и я Все силы Отдавал на этих звонках Их было Там Типа В день по Двадцать плюс Ну Я да Я никогда так сильно Не уставал Как тогда Но Но в итоге Из тех Сто тридцати С которыми Мы созвонились В итоге Сделали инвестицию Более десяти Четырнадцати Фондов И ангелов Проинвестировали Ну не знаю Я через многое уже проходил Поэтому это лишь Еще одно что-то Через что-то прошел Какая-то еще одна Очередная жесть А среди этих инвесторов Которые лайкнули вас Были какие-то Вот те Которые ты Очень хотел Чтобы вас проинвестировали Звездные инвесторы Случилось с ними В итоге Мэйч Семь Семь Блю чипс Нас лайкнули Примерно Все имена И названия Лучших фондов В мире Которые ты знаешь Вот Они это сделали И мы с ними Пообщались Они не проинвестировали Тогда Потому что Сейчас у нас Следующий раунд Мы с ними Общаемся со всеми Опять И с ними Мы достаточно Длительное время Общаемся Я уверен Что Кто-то из них Проинвестирует В итоге В Лидион фарм Это были Вот Тогда Те знакомства Которые Вот Та самая штука Что через полтора года Изменения Начинают проявляться Я думаю Это просто Такое Хороший инвестор Он Ему нужно время Выдержка Да А сколько Вы тогда Подняли денег После YC Кто лидировал Этот раунд Ну мы подняли Двумя частями Суммарно 6 миллионов Долларов Там не было Лид инвестора Там Поучаствовали Многие Там Поучаствовал Silicon Valley Bank Это был Сейф раунд На сейф раундах Как правило Не бывает Лид инвесторов Ну в нашем случае Не было Там Silicon Valley Bank Собственно Сооснователь Твич Кевин Лин Андрей Дорончев Самым первым Был Кто проинвестировал В этом раунде Несколько японских фондов Scrum VC Hero Capital Altair Capital Игорь Абинький Игорь Абинький Да Очень крутые инвесторы Еще ряд Различных Ангелов И фондов Ангелы Все которые Проинвестировали Кроме двух Все остальные Как правило Основатели Миллиардных компаний Которые Очень большой Value Дали Legion Farm Своими советами Коннекшенами Ангелы Самые полезные Оказались Ну потому что Они сильнее вовлечены У них меньше проектов Больше времени на тебя И они больше болеют Твоим бизнесом Вот То есть у тебя с ними Со всеми есть контакт Ты можешь в любой момент Им позвонить Спросить совет Да С С С Твича Эмид Шир Я с ним созванивался Позавчера С Майком Сабелом Я созванивался Неделю назад И я каждый месяц С ними Либо списываюсь Либо делаю звонки Либо несколько раз В месяц делаю звонки С Кевином Лином То же самое Но это вот все ребята Твич Уайси Андрей Тоже много помогает Советами И он на борде Обзерер Сейчас вот мы раунд Новый когда рейзили Мы по ним по всем Кинули клич Сказали что мы рейзим Они привели Большое количество Тот раунд Который вы в мае Анонсировали На 6 миллионов Да Тот который мы Анонсировали Недавно Но на самом деле Мы его подняли давно После Уайси Вот эти инвесторы Они помогли Новых инвесторов Подключить Сделали много Интердакшенов Ну и много Они много чем Помогают нам Ребят А какой вообще Дальнейший у тебя План по развитию Компании Я видел в одном Из интервью на ютубе Ты рассказывал Что к вам приходят Стратегические Всякие крупные инвесторы Например Ты Амазон упоминал Есть ли у тебя Предложение Продать компанию И что ты вообще Про это думаешь На каждом раунде У меня есть Предложение Продать компанию Первый раз Когда мы предложили Купить компанию Покупать компанию В России В России Да Когда они предложили Это сделать А у меня Лежал термшит Да На столе Надо было Там Принять решение И я Смотрел на это Думал Окей Несколько десятков Миллионов долларов Я по итогу В этой сделке Получу Но Ты лично Лично я Но Я не буду счастлив Потому что Компания не будет Принадлежать мне Я не буду принимать решения Я буду принимать решения Какое-то время Но я не буду Чувствовать это уже Своей компанией Мне не нужны деньги В этом прикол Ну в смысле Мне достаточно Там Моей зарплаты Для того Чтобы нормально жить И Ну деньги Не сделают меня счастливым Большие деньги Не сделают меня счастливым Вот что я понял Когда передо мной Лежал этот термшит Я до этого Не понимал этих вещей Как-то знаешь Хотелось Хотелось продать компанию Ооо Сейчас предложат Блин Круто Куплю себе то Куплю это Еще на самом деле Буду дальше продолжать Заниматься этой компанией Начну куда-нибудь инвестировать Клево Классно А потом знаешь Когда оффер Лежит на столе Ты такой На это смотришь И думаешь Блин нет Я не буду счастлив Если я это сделаю С тех пор На каждом раунде У нас были предложения Купить компанию Каждый раз дороже 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 Но знаешь Он с нами Синергия есть Но не лежит душа Но мы продолжаем Со всеми общаться Но я хочу IPO сделать Я хочу сделать IPO По оценке В несколько десятков Миллиардов долларов Сделав действительно Большую Значимую историю Но X10 Но это будет уже Очень сложно X10 Где нужна Определенно Не лишняя будет помощь Больших крутых ребят Там я возможно Это рассмотрю Если Это нас приблизит К созданию Миллиона рабочих мест Быстрее Потому что Я И вообще Кто угодно Это все не важно Абсолютно Перед тем Какая у нас миссия Я верю Что Наша Миссия Менять мир Что Мы сейчас создаем Инфраструктуру Для Людей Которые Будут В дальнейшем Миллиарды людей В дальнейшем Будут работать В виртуальных мирах Мне кажется Что наша планета Не будет классным местом Для того Чтобы на ней жить Совсем скоро Через там Лет 30-50 А технологии Потому что Глобальное потепление Перенаселение Мы уже убили Половину живых Существ на планете И Не клево Становится жить Но При этом Технологии развиваются Настолько сильно Там посмотрите Если количество Аудитории Игровой Сейчас уже 2.7 миллиарда Пользователей В играх Worldwide Это 30% населения И Мне кажется Все больше и больше С развитием технологий Людей будут Из текущей симуляции В следующую симуляцию Перебираться Потому что там будет лучше Потому что первая Будет ухудшаться Вторая будет улучшаться И Ну Люди будут там работать Вот Мы сейчас Сдаем инфраструктуру Для рабочих мест Для миллиардов людей Которые в дальнейшем Будут работать В этих виртуальных мирах Я думаю Я думаю Что это большая Значимая миссия Которая на Все человечество Влияет И если Кто-то придет С оффером На Покупку Компании При этом Компания Быстрее добежит До этой цели Я Вероятнее всего Очень серьезно Рассмотрю Эту возможность Возможно ли ситуация Что к тебе с оффером Придет Крупный издатель игр Какие у тебя Вообще В вашей компании Взаимоотношения С издателями игр Потому что Есть ощущение Что Для них Это Немножко Спорный момент Когда вы прокачиваете Игроков Персонажей В играх Из-за того Что эта индустрия Индустрия услуг В играх Берет свои Истоки У Скажем Того Что лежало На поверхности И лежало Проще всего Прокачка С передачи Аккаунта У многих Байас На эту тему Есть еще Коучинговые проекты Ни один из которых Не стал большим Соответственно Ну типа Никто никогда не видел То что делаем Сейчас мы Поэтому Все у кого Есть определенный Байас Думают То что У нас будет Какого-то рода Проблема Либо Скалибилити Проблем Либо Проблема С игровыми Издателями Но вот опять же Да Вот Эта штучка Когда Никто не понимает Что на самом деле Происходит И ты пытаешься Это всем объяснить Но Нужно какое-то время Чтобы у людей Это в голове поменялось Но Мне столько раз Говорили Что игровые издатели Придут и закроют Нас Сразу закроют Но недавно У нас проинвестировал Человек из Activision Пау Ну то есть Мне говорили Что Activision Тебя закроют Activision Blizzard Один из самых Больших издателей Да К нам пришел Человек Экзекутив Из Activision Из команды Которая занимается Стратегией Человек Который МНА Очень длительное Время занимался И сделал инвестицию В Legend Farm Сказав Что мы за вами Давно следим Вы реально Крутые Вы Одна из Немногих Компаний Которая Создает Для геймеров Возможность Работать Начиная С месяца Номер один Ну то есть Потому что Контентмейкеры Esports Athletes Тормин Participants И так далее Это все нужно Большое количество Времени И небольшой шанс Что у тебя получится В нашем случае Достаточно быть Просто хорошим Нетоксичным Helpful Тиммейт Который с тобой Вместе Играет С тобой Проводит время И помогает тебе Приятные эмоции От игры испытывать И быть хорошим игроком Топ 0.5% Игроков Для того Чтобы начать С первого месяца Зарабатывать Неплохие деньги И мы Такие возможности Сдаем Activision Как оказалось С момента Как мы попали В YC Почему мы пошли В YC Чтобы все Эти отношения Построить Чтобы нас заметили И получить Это recognition Доверие И прочее Они начали С этого момента За нами следить И После последнего Анонса Раунда Они к нам пришли И сказали Окей Мы инвестируем Но это Такие Инвестиции Как физик У нас сейчас С некоторыми Игровыми Компаниями Идет разговор С гигантскими Игровыми компаниями Идет разговор О том Чтобы они Проинвестируют Потому что они Очень медленные Но им всем Очень сильно нравится То что мы делаем Они понимают Что мы делаем И в чем суть Вот когда я Разговаривал С этим Человеком Из Activision Он настолько Он настолько хорошо Сам мне Все рассказал Что мы делаем Что я просто Естественно Офигел немножко И насколько Было приятно Услышать Его И их Судя по всему Потому что они Там обсуждают Нас Внутри Понимание вещей Это был Такой Бальзам На душу Потому что Ну люди Которые Как-то причастны К индустрии Или Они Большинство людей Просто не понимают Что мы делаем Чем ты занимаешься Сам сейчас В компании Руками И вообще Глобально Какой-то Vision Стратегия Фандрейзинг Ну Я занимаюсь Фандрейзингом Я занимаюсь Ну скажем Самыми важными Вещами Которые На данный момент Есть в компании В любой момент Времени Брать Те вещи Которые самые важные Занимаюсь Если запуск Каких-то новых Абсолютно новых Вещей То что мы делали После YC Меняя Фокус На типе Игр И на модели Это делал я Я Сделал отдельный юнит Мы разделили Внутри команды На несколько юнитов И этот юнит Я заново Весь пересобрал С нуля Нанял новых людей И все Запустил Да Вот оно сейчас Движется и развивается Фандрейзинг Коммуникации Тоже Мы с Астаси Делаем вместе Ну вот В общем Эти три вещи А дальше Как твоя роль Будет эволюционировать В компании По мере того Как она будет расти Я думаю Что я всегда Я читал Помню интервью Брайана Чески Основателя Airbnb То что он говорил Что я всегда Я всегда нахожусь Там где Underwater line Под линией воды У корабля Там где Критически важно Чтобы Было Мое внимание Да Поскольку У компании Задача Расти Да То я Я буду Мне кажется Всегда находиться Там Где Критически Важно Чтобы присутствовал Фаундер Чтобы компания Росла Вот Везде по чуть-чуть Но на каких-то вещах Очень сильно Например Сейчас я Сам Сфокусирован Помимо Фанрейзинга На Эквизишене Клиентов Через Супплай Оонт Медиа То есть Через Стримы Соцсети Наших Проигроков И это Стратегически Важная Для нас Задача Сделать Состоянинбл Скеэлбл Процесс В В этом Роде Привлечение В этом формате Привлечение Клиентов Потому что За этим Будущее Там Самый большой Потенциал Вот я Сейчас Это запускаю А на чем Ледион фарм Зарабатывает На комиссии И на подписки По большей степени Это транзакционка Так исторически Сложилось Сейчас Подписка Отъедает У транзакционки Долю При этом Выручка Растет И просто Подписка Растет Быстрее Чем транзакционка Внутри Ну а так Вообще да Большая часть денег Сейчас Это комиссия Которую мы взимаем С каждой транзакции Мы как Райтхейлинг Эп В игровой индустрии То есть Ты Открываешь Апу Реквестишь сессию Говоришь там В какую-то игру Хочешь в каком режиме Поиграть Мы тебе подбираем Команду за 60 секунд То есть Через минуту У тебя уже собрана команда Ты начинаешь с ними Коннектиться И идешь играть И мы с каждой Такой транзакцией Взимаем комиссию Ну а какой Собственно у тебя Дальнейший план Штаты Или Какая-то другая Может быть страна Ну Калифорния конечно Наше сердце там У вас там уже есть офис Насколько я знаю Да Мы там Снимаем офис Мы там Снимаем жилье Вот целый дом Целый Точнее этаж В доме у Андрея Мы снимаем И Там живут Наши сотрудники Сели мы их Сами Машина у меня там Ну то есть Я там Уже все Прописался И Не хочу Никакой уезжать Мне очень нравится Мне очень сильно нравится Москва В Сингапуре у нас есть Компания Уже три года Там Опер Опер Оперейшнс У нас есть ОПС И собственно Ну в штатах Эдкотер И я хочу в штатах Дальше Большую часть времени проводить То есть все Пару дней В штатах Ну да Скоро назад возвращаемся Леша спасибо тебе большое Спасибо тебе Хороший классный Откровенный разговор Друзья Спасибо что вы смотрели Этот выпуск И продолжайте дальше Смотреть наши выпуски С героями рейтинга 30 до 30